Всем привет, меня зовут Мавлит и сейчас я расскажу как можно смастерить дома подсветку для съемки видеороликов. Стоит отметить, что каждый начинающий или в некоторой степени продолжающий видеоблогер однажды сталкивается с вопросом постановки освещения. Понятное дело, что лучший свет это солнечный, однако снимать всегда только днем и на улице вряд ли получится у каждого первого. Поэтому для этого дела были изобретены софтбоксы, оборудование, производящее отличный яркий, в то же время мягкий свет для видеосъемки. Но что делать, если в твоем городе их не продают, или бюджет не позволяет, или эта большая громоздкая штука, непонятно для чего нужная, еще и место будет занимать, а? Все эти действия приводят нас к одному очень важному заключению. По первой из трех названных причин, давным-давно я решил смастерить такое вот чудо-юдо из двух коробок, обклеив их фольгой и установив в одну встраиваемый светильник Раунд-Р. А во второй коробке у меня красовались два патрона и полоса из клеммных зажимов ЗВИ. В этой коробке я мог ставить любые лампы и регулировать как яркость света, так и световую температуру. Изи! Но вот беда. Данная конструкция предусматривает отражение света только внутри коробок и не выводит отраженные лучи во внешний мир. И получается, что светит на меня только лампа. А как сделать в данном, так скажем, устройстве конусный отражатель, технически я не сообразил, хотя варианты имеются. Такой способ подсветки неплох, но только в том случае, если другие использовать нет возможности. И если отражатель, вы все-таки сделаете конусообразным, а не таким, как у меня. Стоит отдать должное этим коробкам. Они служили мне верой и правдой. Пока не появился он. Штатив, стойка для прожекторов. Три-под. Увидев который, я сразу придумал хитрый план, суть которого заключалась в следующем. Я покупаю штатив и два прожектора на него, установить которые на планку проще простого. Установил и включил. Однако, мной было решено немного усложнить себе задачу и приобрести два таких вот раритетных светильничка по распродаже в электрокомплекте. Там, кстати, еще есть такие и немало подобных. Удобство такого способа предусматривает возможность регулирования яркости света при помощи различных ламп. Как я и привык. Далее, я просверлил в кронштейнах светильников по отверстию диаметром 6 мм. Установил, подвел провод и подключил их. Сразу два. Кстати, провода марки ШВВП с сечением 2х0.75, думаю, будет достаточно. Даже если установить максимально мощные лампы, которые влезут в такие светильники. Если они светодиодные, конечно. Я предпочитаю лампы мегалайт. То же самое относится и к прожекторам. Подключаем, включаем и вуаля! Отличный свет и возможность его регулировки. Ну а смягчить яркость света можно обычной пергаментной бумагой. Главное, чтобы бумага не касалась только ведущих частей проводов или клемм. Да, соблюдать технику безопасности надо в любом случае. Даже когда кушаешь. И еще один лайфхак. Центральный оригинальный болт мы можем заменить на шпильку М6. Длиною 45-60 мм. Если же нет шпильки, то получить ее можем, отрезав шляпку с болта соответствующего размера. И заточив отрезанную часть. Так вот, благодаря этой шпильке мы можем закрепить поперечную планку с помощью шайбы и гайки. А оставшуюся торчащую часть болта мы используем по специальному назначению. У каждой уважающей себя видеокамеры имеется технологическое отверстие с резьбой под шестой болт. Сделано это для фиксации на них специальной платформы, которая зажимается штативом для видеокамеры. Но если такового не имеется, то наш штатив мы можем использовать и для видеокамеры, накрутив ее на болт. Только с этим способом поаккуратнее, друзья, на свой страх и риск. Но в итоге мы имеем штатив для камеры и для подсветки одновременно. А если нет камеры, то нам поможет фиксатор для телефона, который устанавливается таким же способом. Что ж, давайте проверим насколько практичное устройство у нас получилось. Осталось установить штатив, камеру, свет, мотор. Как вы наблюдаете в данный момент, я беседую с вами только при включенном местном комнатном освещении. Чего явно недостаточно. По щелчку пальцев давайте включим свет. Вау! Не знаю как вам, но по мне так ярко и красиво. Добавлю еще, что на данный штатив имеется дополнительное видео «Обзор с распаковкой» на YouTube-канале компании «Электрокомплект». Можете перейти по ссылке в описании. А сам штатив для прожекторов вы можете найти на их сайте. Страница также указана. При заказе не забудьте назвать промокод «Триподзачет». В таком случае вам гарантирована скидка до 10% от стоимости штатива и прожекторов. Хочется рассказать вам о еще паре хитростей с этим штативом. Помимо прочего, стойка выдерживает нагрузку до 8 кг, что позволяет временно повесить на него одежду после стирки или глажки, если основная сушилка забита на отказ. Или в комнате, где стоит шкаф с одеждой, сладко спит малыш и будить его нет желания. По крайней мере, футболки на вешалках отлично впишутся в сей вариант. Но более примечательно сама поперечная планка, на которую хомутами можно закрепить целлофановый носитель файла А4, распечатать текст горизонтально и говорить не переживая, что вы забудете его. Таким вот образом я собрал второе домашнее устройство для подсветки во время видеосъемки, на удивление сразу с несколькими функциями. В одном из следующих видеороликов я расскажу вам о некоторых хитростях с дополнительной подсветкой дома и дам мастер-класс кухонного электрика. Поэтому подписывайтесь на канал, оставайтесь на связи. С вами был Мавлит Бегтимиров. Любитель хорошей музыки, невидимых очков и гличей в конце видеоролика. Любитель хорошей музыки. Любитель хорошей музыки. Продолжение следует...